Сегодня у нас в гостях в таком вот внезапном интервью руководитель управления информацией мэрии Воронежа Никита Чеботарев, либо просто пресс-секретарь нашего Вадима Кстенина, главы города. Можно и так сказать. И главной темой сегодня является у нас елочка новогодняя. Мы вот приготовились, у нас тоже елочка, но она не стоит 65 миллионов рублей. И та не стоит 65 миллионов рублей. Давайте об этом поговорим. Давай такой. Первый вопрос, который волнует воронежцев. Вот 700 тысяч подписей у нас собрано. 746 на посостояние на сегодняшний день. Это одна петиция собрала, а там были еще мельче. Ну скажем так, миллион подписей. 746, давайте об этом поговорим подробно. Почему? Почему мэрия их проигнорировала? Никак не прокомментировала, не сделала каких-то выводов? Вот в комментариях люди задают такой вопрос, и собственно мы его тебе и задаем. Спасибо за вопрос. Мы не игнорировали эту петицию, мы за ней внимательно следили. Петиции, как форма, не существенны для органов местного самоправления. Как таковы, любые. Независимо от того, размещены ли они в соцсети ВКонтакте, или они, например, на вражеском ресурсе Change.org. Для органов местного самоправления ключевым является все равно обращение гражданина. И обращение гражданина, все, которые поступили в администрацию по поводу новогоднего оформления площади Ленина, каждое обращение на него был дан ответ. Нет, не прогнозировано было ни одно. Либо я что-то не знаю. А петиция, она размещена в ВКонтакте. В Воронеже нет такого количества пользователей ВКонтакте, сколько подписала петиция. Допускаю, что сопоставимое число в Воронеже есть, пользователей Интернета, но не пользователей ВКонтакте. Плюс у нас есть дети и люди, которые в принципе не пользуются Интернетом. Но мы объективно понимаем, что 746 тысяч воронежцев не могли подписать эту петицию. А мы пытались проверить своими способами географию размещения этой петиции. ВКонтакте есть для этого люди, которые нам помогали, специальное программное обеспечение. На тот момент, когда это мы делали, было почти 700 тысяч подписантов. 8 тысяч размещений было на территории Воронежской области. 68 тысяч размещений было на территории страны. После этого система просто не смогла работать с таким большим объемом данных. Программа банально повисла. Но мы прекрасно понимаем, что не жители других городов должны определять судьбу украшения главной Воронежской площади. А большинство там не жителей города Воронежа – это 100%. Но каждое мнение Воронежа нам очень важно. Мы следим за собой в соцсетях. Но как на эту петицию реагировать в этом контексте вообще непонятно. Потому что она не релевантна, если я правильно употребляю этот термин. На все обращения были даны ответы. Что касается площади Ленина. Мы допускаем, что там 70 тысяч воронежцев. Это огромное число людей. Но мы помним площадь Ленина 5 лет назад. Которую за все праздничные мероприятия, когда она была плохо украшена. Не столь хорошо, как делается последние 3 года. За весь период времени, это перед Новым годом, несколько дней и потом все праздники чуть дальше, посещало 20 тысяч человек. Прошлый пандемийный год, когда многие тоже говорили, не время сейчас украшать площадь Ленина. Есть другие сверхзадачи. Все-таки площадь Ленина была украшена. Там были ограничены мероприятия в силу пандемии и развлекательного характера. Тем не менее, за время празднования ее посетило 183 тысячи воронежцев. Из них это почти все были семьями с детьми. Очевидно, что в нынешнее время, непростое, тоже психологически тяжелое, мы ожидаем даже большего количества посетителей на площади. Потому что людям нужен праздник. Это я по себе знаю. У меня семья. Все 80-е годы и начало 90-х не сильно обеспеченная была мама без отца тянула нас двоих, меня и брата. И каждый Новый год у нас, несмотря ни на что, у нас все равно была елка, у нас все равно был чуть лучше стол. И у нас каждые годы были подарки. Я думаю, что большинство семей, какая бы у них ни была ситуация жизненная дома, все равно в Новый год старается немножко по-другому прожить это время. Более радостно люди создают себе праздник. Мы не можем лишить несколько десятков, а может быть сотню тысяч воронежских детей возможности прекрасно провести время на площади Ленина. Я ответил? В целом, да. Конечно, это такая ваша версия, что там часть только воронежцев, не воронежцев. Мы анализируем как можем. Про петицию ответил. Но смотри, сложно не заметить вообще тогда вот этот посыл. Все-таки, ну, это массово было. Таких петиций, ну, и в принципе не было. Я не помню, например, работы в СМИ, чтобы настолько много людей это обсуждали, это, да, там говорили. Давайте отменим и поможем нашим бойцам. Вот с этой точки зрения 65 миллионов рублей. Почему? Расскажу, как знаю. Можно ли их было потратить реально на что-то? И стоило ли это делать? В теории хотя бы. Теперь-то сейчас, да, закончен контракт. Не все, не все относится к полномочиям муниципалитета, но кое-какой информацией мы обладаем, мы частью из нее мы можем оперировать. Когда все это формировалось, когда все это разрабатывалось, считалось и так далее, ситуация была немножко другая. Все прекрасно понимают. Когда объявлялись торги, они были опубликованы, была информация о них размещена на сайте, в том числе с описанием. До этого концепция представлялась. Естественно, никакого негатива масштабного мы не получили. Это так, это вы можете, наверное, подтвердить. До момента формирования этой петиции массового вала информации по этому поводу, это было так. Ну, можно проверить, наверное. Что касается помощи воинским частям. До осени этого года и у муниципалитета, и у региона не было возможности тратить средства своего бюджета на помощь воинским соединениям. Это был незакон. В принципе. Как только такое право появилось и вступило в законную силу 17 октября, такая возможность появилась. Но вы ей не воспользовались, тем не менее. Нет, почему мы ее не воспользовались. У нас с начала спецоперации правительство Воронежской области провело колоссальную работу по двум направлениям. По помощи беженцам, которые прибывали к нам в освобожденных территориях, и по помощи собственно освобожденным территориям. Техникой, ремонтами, дорогами и так далее. Там сумма сопоставима с 30 новогодними оформлениями площади Ленина. Порядка двух миллиардов рублей. Непосредственная помощь воинским соединениям, где служат воронежцы по контракту, где служат добровольцы, которые до мобилизации направились на фронт. И, собственно, мобилизованным воронежством составляет сейчас выделенная сумма средств, частично уже направленная в войска, 15 новогодних оформлений площади Ленина. Итого 45 в общей сложности. Сначала спецоперации на ее нужды направил бюджет воронежской области. Можно было в этих условиях отменить новогоднее оформление площади Ленина, теоретически. Бюджетный процесс устроен так, что город Воронеж не мог бы их сразу автоматически направить на помощь мобилизованным. Но с учетом того, что уже столько направлено, и есть четкое понимание, я полностью верю в губернатору воронежской области Александру Витовичу Гусеву, он четко сказал. Все средства, которые нужны воинским частям, по их заявкам будут выделены. Все заявки будут удовлетворены в полном объеме. В этой ситуации отменим мы новогоднее оформление площади Ленина или не отменим. Все заявки воинских частей будут выполнены в любом случае. Но в результате мы лишим, возможно, сотни тысяч воронежских детей праздника. Почему появилась сумма в 65 миллионов рублей? Мы достаточно скромно проводим и дни города, и новогодние праздники. Некорректно сравнивать с другими городами и регионами, но достаточно скромно. У нас Воронеж город-миллионник. Большой, хороший, красивый, стабильно развивающийся город. Масштаб оформления сопоставим масштабом города. Когда наши муниципальные заказчики формируют начальную максимальную цену контракта, они очень скрупулезно и детально обосновывают каждую позицию. Каждая позиция обосновывается коммерческими предложениями из трех разных источников. Это проверяется и полномочным органам, которые проводят торги, и внутренними службами контроля. Более того, эта закупка, я уверен, находится под пристальным надзором правоохранительных органов. Если там что-то не так, не думаю, что кто-то об этом промолчит. Почему сумма большая достаточно по сравнению с предыдущими годами? 183 тысячи человек в прошлом году в пандемии. Сейчас тоже психологически непростое время. Людям нужен праздник. Почему людям нужен праздник? Можно вспомнить День города. Мы отменили мероприятие развлекательного характера, отменили салют. И на территории города Воронежа, часть из которой была перекрыта, не было ничего интересного. Тем не менее, сотни, тысячи людей вышли просто гулять в выходной день. Просто гулять. Такой отдых востребован. И если мы не украсим площадь Ленина, то этим людям будет некуда пойти. Это нехорошо. Люди должны получить праздник, большинство из которых дети. 183 тысяч человек в прошлом году. В этом году мы ожидаем даже больше людей. По этим причинам. Людям нужен праздник. В прошлом году было 6 локаций фотозон. Там объективно собирались очереди. Людям было неудобно. Сейчас территория больше. Локаций будет 12. Больше локаций, объективно они больше стоят. Подрядчик. По прошлом году мы столкнулись с тем, что некоторые фигуры, покрытые специальным полимером, они выживают спокойно. Никто их специально не ломал. За редким исключением. Те фигуры, которые были покрыты этим полимером, выживали хорошо даже под тем большим количеством людей, которые с ними фотографировались, взаимодействовали и так далее. Те фигуры, солдатики, которые не были покрыты, гораздо быстрее ломались. В этом году гораздо больше фигур будет покрыта полимером. Почему? Потому что мы хотим, чтобы это оборудование, все, оно не один год будет использоваться. Оно будет использоваться. Мы очень надеемся, что не три года, как некоторые элементы прожили с первой концепции, она же много раз использовалась. А прожили хотя бы 5-6-7 лет. Это закупка на несколько лет вперед. Что появится новое и почему тоже достаточно дорого. Да, сумма-то в разы выросла. Это даже не в два, а больше, мне кажется. Детям было красиво и взрослым было красиво. И очень большое количество восторженных отзывов было по каждому оформлению площадей на последних трех лет. Но мало было активностей. А в этом году они будут совершенно другие. У нас в Воронеже, ну, все знают, есть серьезные проблемы. Людям кататься, детям, людям, взрослым, маленьким, но в первую очередь детям. Нет, куда безопасно кататься с горок. Зимнее это развлечение от одной из самых любимых. Пример центрального парка, где люди катаются с любой наклонной поверхности, да, с риском для своей жизни. Очень показательный. На площади Ленина появится большая, лицензированная, безопасная горка. Откуда дети могут скатываться просто вот прекрасно, получая массу удовольствия в этот непростой период. Сколько надо стоить только горку? Три миллиона в производстве с лишним. Одна горка. Ну, это большая конструкция, которая еще должна прийти лицензированной. Наш парк Орленок, который, слава богу, достроился и открылся, сейчас очень востребован горожанами, там куча качелей. В хорошую погоду они все заняты, там люди качаются. На площади Ленина тоже появятся качели, отдельно стоящие, красивые. И на подвесах это тоже новые вещи. Ну и плюс не 6, а зона 12, чтобы не было чередей. Именно поэтому цена растет. Ну, и с ростом материалов. Вопрос по самой елке. Она не функционально старая уже. В 2016 году она стоила 7,2 миллиона рублей. Достаточно серьезная цена. За эти годы металл вырос в цене, много что выросло в цене. Новая елка в закупке на момент проведения торгов а подрядчику стоило 15 миллионов рублей. Я специально созвонил с подрядчиком, мы эту тему обсуждали. Я сегодня не из главы беру, я спрашивал. Я все-таки пресс-секретарь по профессии, а не строитель новогодних городков. Сейчас елка, если бы она покупала ее сейчас, для города Ворожье, стоило бы ему 17. Старая елка, конструктив ее, мы об этом писали, конструктив ее нормальный, металлический каркас, бетонный пригрузок, ну, что с ними произойдет, в принципе, с этими вещами. Ну, она прожила 6 циклов хранения, перевозки, разгрузки, монтажа. И эта елка не та, которая дома собирается нежными семейными руками, в том числе и детскими. Это елка, которая собирается краном. Монтажа, нескольких недель эксплуатации в плохих условиях, снег, мороз, перепады температур, дожди. Обнарядка износилась, хвоя обсыпалась достаточно серьезно, многие игрушки повреждены за счет того, что циклов много, в минус все это страдает, как ее аккуратно не собирать. Но самое главное, практически полностью изношено тогда критическое состояние электрооснащения. У нас несколько лет назад на площади Ленина при обходе двух служебных собачек ударил током. С собачками на тот момент все хорошо, они были живы, просто взвизнули. Это было очень неприятно, где-то перекинулось напряжение. Вот электрооснащение елки настолько изношено, что мы не рискнем ее поставить не то, что на площади Ленина, даже в Центральном парке, где тоже будет много детей, никто не рискнет детьми. Поэтому старая елка в принципе нигде не появится. Оставить город Воронеж без главного новогоднего символа невозможно. Город Воронеж стабильный, сейчас полностью управляемая ситуация, абсолютно безопасна с точки зрения внешних угроз. Оставить его без новогоднего оформления, в конце концов, это признак не того, что есть на самом деле. К моему глубокому убеждению. Победа света над тьмой. Ну, можно и так сказать. Спасибо тебе, что ответил на вопросы. Хотя бы спустя два месяца, воронежцы теперь услышат позицию мэрии. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok